Полёт может быть двух принципиально разных типов. Можно находиться в воздухе за счёт планирующего полёта, а можно за счёт активного маршущего полёта. Это дектица. При планирующем полёте что происходит? По сути дела, конструкция соскальзывает с воздушной гарантии. Почему? А дело в том, что упасть сразу вниз конструкция не даёт. Широкие, имеющие большую площадь поверхности, аэродинамические пластины. Какое сопротивление вот такого веера при попытке двинуть его вниз? Очень большое. Поэтому никакого жертвительного падения вниз не произойдёт. Пойдёт вот такое соскальзывание. Теперь вопрос. А бывают ли пломёры, которые пломируют без потери высоты? Нет. Садится. Нет, нет. Пломируются с восходящим воздухом, а то можно и с тебя. На самом деле пломёр всё равно падает. Всё равно соскальзывает. Но если при этом он заглядает в поток воздуха, который поднимается вверх быстрее, чем скорость соскальзывания, то на этом участке пломёрка будет опускаться или подниматься? Подниматься. Воздух его поднимает быстрее, чем скорость соскальзывания. Ну, теперь вопрос. Хорошо, здесь чуть приподнялся, да? А дальше поток кончился. Дальше ли тебя опять вниз по этому? У меня раз выгодится, если походу будем подниматься. Что сделаем? Ну, махнём. А мы по кругу будем летать, вот так. Не выходя за рамки потока. И на каждом обороте у нас окажется высота такой же, как была на прежнем обороте. Меньше или больше? Наверное, мы больше. Больше. Воздух, восходящий воздух, больше поднял, чем мы просили вниз. Итак, вот такое планирование с набором высоты называется парение. Поэтому, если понаблюдать за каким-нибудь крупным хищником, который летает и влетает в свой охотничий участок, вы увидите, что по прямой он, конечно, налетит, да это же перейти с одной точки на другую. А прошу, теперь вышел на точку наблюдения. И он там будет летать по прямой или нет? А у нас вот так вот и летать. Почему? Нашел восходящий поток и держится в восходящем потоке для того, чтобы не терять высоту. Но надо сказать, что кроме парения в восходящем потоке, птицы освоили еще один вариант парения, который мы с вами не протягиваем. Сейчас делаются попытки достаточно неуклюжие, но есть сравненность с тем, как это сделано в Галлогии. Это так называемое динамическое парение. Парение, при котором никакой восходящий поток не нужен. А парение, использующее разницу в скорости горизонтальных потоков. Лучшими динамическими планерами относятся птицы открытого океана. Альбатросы, буревестники, кочурки и так далее. Не чайки, чайки не умеют. А в результате динамические планеры, практически не тратя энергии, дело в том, что расставили крылью и все, мы им не машем. Могут перемещаться за сутки на 300-400 километров. Без всяких затрат энергии. Поскольку все эти птицы приспособились пить океанскую воду, ну, кроме того, что они питаются рыбы, они еще могут нормально пить океанскую воду, без взлетания себя. То вообще-то с суши что связывает? Нет, один процесс только на суши, а же птицы. Внезда, конечно, размножения. И возвращаются на берег они только для размножения. Так, размножение, уведение потомства. Как только потомство встало на крыло, тут же снялись и ушли в океан. И в следующий раз к любому берегу приблизиться только во время следующего размножения. Хорошо.